Наталья, ну вот был определённый всё-таки перерыв в использовании оккупационной армии вот этих дронов, в частности иранских. Сейчас военные эксперты говорят, что новые атаки шахедов связаны, возможно, с новой поставкой, с новой партией этих беспилотников. Вы можете подтвердить эту информацию или нет? Пока это, в принципе, выглядит как очевидный факт, поскольку долгое время действительно они не применялись, и после этого стали применяться с другими серийными номерами, и есть предположение, что это новая партия, да. А ещё ранее их запускали с территории Автономной Республики Крым, а сейчас, как говорят эксперты, вот в частности, атака, которая была совершена на Киев с восточного побережья Азовского моря, вот это с чем может быть связано? Может быть, с тем, что в Крыму иранские инструкторы погибли? Вполне вероятно, что им уже не спокойно и не так спокойно в Крыму, как было раньше, поскольку они действительно имеют уже печальный опыт разбора с базой, в том числе с иранскими инструкторами, и несколько других пунктов базирования подобных видов вооружения нами тоже были повреждены на достаточно близком расстоянии, там, где мы можем себе позволить это по дальнобойности артиллерии. Поэтому они пытаются сейчас эти ряды вооружения держать подальше, так, в принципе, как и вся тактика действия врага на временно оккупированной территории в отношении линии фронта, которая сейчас проходит по Днепру, они пытаются, нанося удары, немедленно вывозить вооружение для того, чтобы оно не попало под наши ответные удары на расстояние такое, которое не позволит покрывать артиллерии. Субтитры создавал DimaTorzok